Я даже не пойму, когда она в колесе бегает. Так редко она выходит. Я не знаю, как ваши. Наши вот так вот едят. Ларис, ты хоть прожевала? Комяки ждут, пока я буду держать и сами будут есть с рук, понимаете? И стрелка нас сегодня напугала. Вот это количество посылок у нас еще не распаковано. Всем изи-привет! Вы на канале Алиса Изи Пэтс. Это Алиса Изи Пэтс. А это ее пэтс. Сто лет не видели мы Енифер. Она не выходит. Знаете, почему не выходит? Потому что с ней неком гулять. Алиса вечно учит уроки. Вечно ее нет. И хомячок, мы уже думали, совсем-совсем отвык. Раньше она подходила к стенке контейнера, к стеклянной, и просилась. Говорит, пойдем погулять. А сейчас она даже не выходит. У меня такое впечатление иногда создается, что ее вообще нет. Я даже не пойму, когда она в колесе бегает. Так редко она выходит. А это я смотрю, что пришла Алиса. Начала в этой комнате разговаривать. Наша малявка вышла сразу и на руки. И Алиса уже говорит, она по ней соскучилась. И вот так она сидит уже, я не знаю, минут 30 с хомяком. Кстати, только что рассказывала, говорит, мне очень хочется Енифер намазать кремом. Ну, просто вы же никогда не пробовали, что такое лысый хомяк. Возможно, у вас дома есть лысая кошка или лысая крыса. Чем станет понятнее. Или собака, вот говорит Алиса. А Еня это совсем другое. Это животное, у которого куча энергии, которые не знают, куда эту энергию деть, когда рядом есть Алиса. И вот так они вечером играют. С какими животными по вечерам играет Алиса? А с теми, кто попадется под руку. А чаще всего и попадают под руку те животные, которые у нее в комнате. Ну, сейчас в комнате стало грустно. Твиксы поссорились. Один твикс сидит у нас, получается, в переноске. Второй бегает по контейнеру носам. И мы будем заказывать стекло и перегораживать. Но это такое отступление, потому что я вчера попыталась опять запустить туда девочку. И ничегошеньки у меня не получилось. Так что твиксы по-прежнему в ссоре. Ой, боже мой, какой милый хомячок. И самый-самый теплый хомяк на свете. А знаете, кто еще по вечерам не дает нам покоя? Кроме Ени. Ну, я не могу, это фотогеничный хомяк. Смотрите, как она позирует. Смотрит направо, смотрит налево. Где же я? Уже хомячка нужно отпустить домой, потому что она давно с тобой играется. Ей хочется попить, покушать и пописать. Ну, все животные, маленькие, часто едят. Поэтому мы Ени отпускаем обратно. Подпишись, даже если у тебя лапки. А это еще один наш мелкий питомец. Те, кто его обожает, смотрите. Это животинка, которая скачет целыми днями. И просто скачет, и скачет, и скачет, и скачет. Мы между собой называем его заяц. Он так прикольно ест. А еще он очень смешно скачет. Мы когда проходим мимо его контейнера, он делает так. Прых, 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 прых. У него просто огромные уши. И пока хомячок молоденький и активный, хомячок, конечно, очень много времени проводит движение. А сейчас Элиса ему дала сверчка. И вот наш хомяк вот так вот очень сильно любит кушать сверчков. Ой! И прочую всякую вкусняшку. Хомяки у нас Кэмпбелла любят кушать сушеных червей всяких разных. Вот у нас целая баночка есть. Нам подписчица прислала. И еще мы покупаем такие большие же банки. И еще мы покупаем вот таких вот червячков. Просто по отдельности продаются сверчки. Отдельно продается гзофобос. И отдельно еще есть продается мучник. Посмотрите, как он любит. Хомячок, когда ест, он от удовольствия уши прижимает. Ты еще хочешь? Я не знаю, как ваши. Наши вот так вот едят. Он, короче, такой смешной. Мы его как берем, мы на него смотрим, когда он вот это вот наминает все. И это невозможно пропустить. Нет, ну хватит ему уже сверчка. Все, пойдешь домой. Накормили, напоили. Теперь можно поумываться. Кстати, обратите внимание, это единственный из наших хомяков, который обладает такими невероятно большими ушами. И, кстати, пожалуй, единственный из хомяков, который обладает совершенно спокойным характером. Алиса сейчас мне говорит, я боюсь его брать. Я только что брала самочку, другую. Я брала сирийскую. Я боюсь, что меня хомяк укусит. Я руки не помыла. Я говорю, слушай, из-за того, что ты его, как только он открыл глаза, постоянно таскала, тискала, обнимала и целовала, это, наверное, единственный из наших хомяков, которому все равно моем мы руки перед хомяком или нет. Он вообще никогда никого не кусает. Мы все время берем его на руки, и он абсолютно душевный, не кусючий и ласковый хомячок. Самый-самый ласковый. Это благодаря Алисе. Но, знаете, если ваш хомяк был куплен, а после этого вы начинаете его тискать, то эффект может быть обратным. Так у нас было ссоре. А вот если хомячок у вас родился, и вы его с момента открытия глаз тискали, обнимали, целовали и кормили все время, то он будет вот такой ручной и самый добрый в мире хомяк. И еще хочу поделиться одной новостью. Меня часто просят рассказать, какие посылки приехали и от кого. И мне нужно сейчас это вам сказать, потому что много посылок лежит нераспакованных, чтобы вы были спокойны в том, что ваши посылки уже к нам дошли. И одну из них я как раз и распакую. Алиса вот так проводит свои вечера. Но завтра у нее зачет по физике, и еще что-то там она идет сдавать, поэтому она уже просится, говорит, я пойду учить дальше физику и ложиться спать. Вот так у нас в одиночестве проводит время один из робиков. Она зарылась. Только что включили свет, чтобы покормить крыс. И хомяк носился во всем. У нее здесь воля вольная, теперь ее никто не обижает. Это та, которая покусанная. Но она спряталась, там что-то собирает зернышки сейчас снизу. А я, собственно, пришла в гости к крысам. Девочки, ужин пришел. Ларис, будешь яйцо? Молодец. Дарин, ты будешь яйцо? Какая вежливая крыса. Вот так у нас кушают крысы. Ларис, ты хоть прожевала? Крысы страшенно любят яйца. Просто обожают. Даем только белок, потому что желток им тяжело жевать. А вот белок она, похоже, складывает. Я думала, она ест, а она запасается. Ей так нравится, что она запасается. И приходит за новым куском. Лариса, иди доедай. Еще хомяков хочу покормить. Только я отхожу, как она сразу же выкапывается и начинает носиться, как сумасшедшая. Ну, похоже, хомяк этот счастлив в одиночестве. А вот и Йося, которая нагулялась, наигралась с Алисой. Держи яйцо, будешь? Будет. Ну, пожалуйста, бери, мне неудобно держать. У тебя очень большой контейнер. Ой, как вкусно, хомяку. Мы такое даем пару раз в неделю. Но я стараюсь, конечно, давать творожок отдельно и отдельно яйца. Ну, в каком смысле? Один день, если я яйцо отварное дала, вот так вот, то через пару дней можно творожок дать. Или йогурт, который не жирный, не сладкий. Ну, у нас Алиса, в общем-то, любит такие обезжиренные продукты, без сахара. Поэтому такого добра в нашем доме хватает. Но яйца хомяки любят сирийские больше всего на свете. О, привет! Привет, Микки, выходи, я тебе яйцо принесла. Микки, Микки, нос здесь, а хомяк где? Где мой хомяк? Выходи, хомяк. Очень смешно, когда нос один выглядывает, правда? Только нос высовывается и не выходит. Хомяк, выходи! Их вечером уже кормила сладким перцем и что-то они, наверное, уже наелись сочки. Хотя нет, выходит, выходит. Хомяки, я же говорю, они обожают отварные яйца. Он сразу же начинает кушать. Единственное, не давайте много, потому что пропадает. Фанта-подружка, выходи. Выходи, ты опять там под колесом зарылась. Смотри, что я тебе принесла. Вкусняшечку. Бери, пожалуйста. Тоже вежливая девочка. Держи лапками хорошо. Я сейчас отпускать буду. Вот у меня все хомяки ждут, пока я буду держать и сами будут есть с рук, понимаете? Нет, они не ленивые. Они просто сильно одомашненные. Сильно ручные у нас. Фантик, держи, пожалуйста. Мне же остальных кормить нужно. А вот и наша шкодная стрелка, которая нанесла ущерб всему хозяйству в доме. Стрелка, смотри, что я тебе принесла. Бери, кушай. Любишь такое, да? Бери хорошо лапками. Да что ж такое? Никто из хомяков сам лапками держать не хочет. И стрелка нас сегодня напугала. С утра она так храпела, так храпела, что мы подумали, что она опять заболела. Но нет, все хорошо. Как видите, она не чихает, не кашляет, хорошо дышит. Просто, видимо, заспался хомяк с утра. А то мы уж думали, что все, опять ее лечить, опять антибиотики, опять у нее болезнь ее наступает. Не, подруга. Я с тобой сегодня гуляла. Кстати, все с нее и началось. Ее я занянчила, но она уже почистилась. Потому что у меня руки слегка жирноватые бывают. И я с ней гуляла, и пошло-понеслось. Потом Йося, потом Ментос, потом еще Робиков понянчить. Ну, короче. Возьмешь одного хомяка и остановиться не можешь. Правда, красечка? Правда? Я рада, что у тебя все хорошо. Это я просто ее проверяла вечером. Не наступила ли у нее болячка опять. Это что утром она там сопела потихоньку. Вот такой у нас болезненный хомячук. Подпишись, даже если у тебя лапки. Вот это количество посылок у нас еще не распакованное. А вот эту кучку мы забрали только сегодня с почты. Это те, которые приехали сегодня. Давайте посмотрим, чьи из ваших посылок уже дошли, чтобы вы не волновались. Есть посылка от Авраменко Лизы из города Гатчина. Письмо от Афанасьевой Ульяны из Кемеровской области. Есть из города Уфы письмо от Регины. Фамилию, отчество не могу прочитать. Есть письмо от Смирновой Варе из города Москва. Есть письмо от Коткиной Валерии, город Владимир. Большое письмо от Шушариной Арины ПГТ Демьянова. От Зайцева Алины из города Кострома. Посылка от Головач Даниила из Белоруссии. Сегодня тоже забрали. Есть посылка от Жигаловой Полины из Алтая, Горноалтайск. И еще одна посылка сегодня из Нурсултана от Халитова Аристана. Вроде бы, не уверена. Если что, распакуем, прочитаю. Но все мы, естественно, каждую распаковываем на видео. Еще давненько у нас лежат посылки вот такие. Из Севастополя от Маденовой Арины. Она пришла в октябре. От Соловьевой Алины из Краснодарского края города Горячий Ключ. Тут рядышком город-курорт. От Гавриловой Виктории из Арзамаса. Есть письмо от Карга Нанны. Уже не помню, какое по счету. Также письмо от Натальи Фирсовой из Новосибирска. Письмо от Емельяновой Тани из города Москва. Письмо от Кривоноговой Полины из республики Крым. Лежит огромная посылка у нас не распакована от Мелентьевой Анастасии из Салихарда. Еще посылка от Богдановой Доринины из Краснодарского края. И еще одна последняя посылка из города Оренбурга от Юлии. Фамилию тоже не могу прочитать. Все-все-все эти посылки я, как обычно, распакую в конце каждого видео. Так что ждите. Каждая посылка, каждое письмо обязательно будет распаковано. И сегодня возьму что-нибудь одно из старенького и распакую. Потому что вот это, например, лежит с сентября месяца. Подпишись, даже если у тебя лапки. Итак, у нас письмо от Кривоноговой Полины. Не смогла прочитать село Джанкойский район Республика Крым. Здесь много всяких разных штучек. И мы будем искать письмо. Есть рисунки. Письмо, судя... Да, вот я нашла письмо. Ура! Будем читать. Ой, письмо для Алисы, которая ушла спать. Но я ей передам обязательно. Здравствуй, Алиса. Меня зовут Полина. Мне 11 лет. Мы с моей сестрой, Ксюшей, любим смотреть ваш канал. Мы смотрим его два года. Мне нравятся Ментос, Фанта, Вася, Дарина. А моей сестре нравятся Орио, Лариса и Никитос. Пепси, Ореша, Фанта. У меня есть хомяк Хомик. Отличное письмо. И главное, приятно, что вы наши соседи по Крыму. Жалко только мы не поняли, из какого вы населенного пункта. К сожалению, не смогла я прочитать. Для меня здесь есть рисунок с розами. Вот такими блестящими ручками нарисовано. Здесь есть рисунок Ментоса. Жевательная резинка. И есть еще, это похожие наклейки. Они от Ксюши. И с обратной стороны рисунок Хомика. А для Алисы нам прислали наклейки. Что же это за наклейки? Здесь всяко разные цветочки. Алиса очень любит биологию. В этом году будет сдавать она ОГЭ по биологии и по химии. И ее любимые кактусы. Да еще и цветущие. Пригодятся ей. Я думаю, что она и в конспекты это будет клеить. Есть у нас подарок для крысюль и сирийским хомам. А ко мне как раз подтянулся Вася. Вася страшенно любит распаковки. Он занял свое почетное место. А для крысюль и для хомяков нам прислали немножко зернышек. Здесь есть большая семечка тыквенная. Ее можно дать крысам. А остальное зерно просто подсыпать в корм. Что у нас здесь еще? Рисунки. И в рисунках притаилась буковка А. Это логотип нашего канала. Василий. Тебя прислали. Вася сразу понюхал. И прислали хомячка Фантус. Кнопочкой подпишись. Спасибо большое Полине и Ксюше. Очень красивые рисунки. Я рада, что вы их сможете увидеть на любимом канале. Передаем с Васей огромный привет. Потому что Алиса уже спит. Ну а мы со всеми остальными встретимся в следующем видео. Где тоже обязательно будет распаковка посылки или письма от наших подписчиков. Такая уж у нас традиция. Ну а я пошла Васеньку покормлю на ночь, чтобы он хорошо спал. И будем мы тоже ложиться. Поэтому всем изи пока. Встретимся в новом видео. Субтитры подогнал «Симон»